На трибунах центральной арены Брестского спорткомплекса «Виктория» болельщики в белых рубашках и галстуках. Так поддерживают своих работники таможенных служб Республиканского унитарного предприятия «Белтамужсервис» и Государственного таможенного комитета. 9 сентября стартовал международный турнир по мини-футболу среди команд таможенных служб. Конкурировать за победу в финале с белорусскими участниками будут команды Федеральной таможенной службы России и Государственной таможенной службы при Министерстве финансов Кыргызстана. Для таможенных органов Республики Беларусь это уже стало хорошей и доброй традицией собирать своих друзей из Евразийского экономического союза для того, чтобы они не просто поговорили о работе и обсудили насущные проблемы, а действительно встретились на спортивной площадке и поделились, так сказать, спортивным опытом. Для команд мы подготовили к та же и большую и культурную программу. Они посмотрят наши достопримечательности нашего замечательного города Бреста и Брестской области. Кроме того, по предыдущим просьбам мы для них запланировали и посещение наших двух крупных пунктов пропуска. Это от дорожного Варшавский моста и грузового нашего терминала Козловича. Конечно же, всем командам я желаю показать их лучшее спортивное качество, чтобы у них, это же мини-футбол, а мини-футбол вид спорта, который развивает такое качество, как игра в команде. А болельщикам, конечно, я пожелаю ярких и незабываемых эмоций и впечатлений. В течение пяти дней четырем командам из трех стран придется бороться за звание чемпиона в круговой борьбе. И лишь 13 сентября лучшие из лучших одержат победу. Так двукратными чемпионами предыдущих лет становилась команда Республики Кыргызстан. Мы не первый год участвуем в этом турнире. В настоящее время наша команда – действующие чемпионы данного турнира. И, естественно, у нас настрой самый боевой – подтвердить наше чемпионство. Только с этими целями мы приехали сюда. Торжественное открытие началось с построения команд и приветственных слов в адрес участников. По традиции белорусского народа гостям из России и Кыргызстана вручили праздничный каравай – символ гостеприимства и доброжелательности. Международный турнир – это не просто мероприятие, в котором участвуют любители. К такому событию команда усиленно готовится целый год и стремится к победе на профессиональном уровне. Едем уже, как можно сказать, к себе домой, поэтому мы здесь все знаем. И, ну, конечно, готовились. Единственное, что не становимся моложе, поэтому все сложнее и сложнее выступать. Но в целом, конечно, готовимся и задача победить. Мы весь год в ожидании этой поездки, поэтому ожидания самые лучшие. Мы ждем эту поездку и вот, наконец, мы здесь. Турнир проходит с 2007 года, то есть сюда приезжали разные заможенные службы разных стран в этом году. У нас три страны – Белоруссия, Кыргызия, Россия. Раньше сюда приезжали еще и армяне, и украинцы, и в Узбекистане было два. То есть неоднократно, ну, не раз мы его выигрывали, в принципе, как и другие команды, и русские. Пока у нас чемпионы Кыргызы, но хотим забрать обратно. Здоровая конкуренция бодрит дух участников и стимулирует к новым достижениям. За победой в Брест приехали ежегодные участники проекта сборная республиканского унитарного предприятия «Белтамош-сервис». Рады, когда нас приглашают, всегда рады приезжать. Знаем, что Брест всегда проводит данные соревнования на высшем уровне. Какие наши задачи, это, конечно, знакомство, это, конечно, хорошее время проведения, посещение культурных мест, которых в Бресте очень много. Конечно, сплочение. И прошел год, и хотим посмотреть, как мы выросли, как мы подросли в части спортивных достижений. Ну, основная цель, конечно, как каждая победа, но это, конечно же, и эмоции, которые каждый получит, каждый увезет, тот багаж, за которым он приехал. Во все времена спорт объединял и знакомил между собой людей разных национальностей. Международный турнир по мини-футболу – это уникальная возможность обменяться опытом, укрепить здоровье и начать общаться с единомышленниками, выстроив теплое взаимоотношение, завести друзей и новое знакомство. Янина Даниленко, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович. Новости Бреста.